Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами 29 неделя моей беременности, точнее сказать полных 29 недель, но окончание этой 29 недели, оно выдалось для нас с РМом очень-очень тяжелым. Выгляжу я, соответственно, как побитая собака, но и чувствую себя приблизительно так же. Сейчас покажу и расскажу, что у нас здесь произошло. А произошло следующее. Этот маленький человек получил тепловой удар. У нас в Риге вчера было настолько жарко и настолько тяжко на улице, что было просто невыносимо находиться на улице. И несмотря на то, что утром он был под зонтиком, в шапке, то есть в одежде, и в целом мы только утреннее время были на улице, он после дневного сна проснулся, он весь горячий, температура 38 уже подступает, и ребенок вот прям видно, что ему тяжеловато. И, в общем, я поняла, что у ребенка температура, то есть либо он действительно перегрелся, либо это какой-то вирус, ну, в общем, кто поймет, что с ребенком сразу и тут же. В доме, конечно же, невыносимая жара. И проблема в Риге в эту жару, в эти очень-очень жаркие дни, в том, что нет вентиляторов. То есть в какой бы магазин я ни обратилась, уже неделю я искала, нигде не купить вентиляторы, в лучшем случае доставить только после 10 июля. Я обзвонила, мне кажется, каждый магазин электроники в Риге, и, естественно, в самом дорогом. Сказали, ну да, у нас вентиляторы некоторые есть, но мы резервировать их не можем. Их привезли только там 50 штук, 15 уже раскуплено, поэтому в целом вам нужно приезжать. Мы померили еще раз температуру, температура 37,5, вроде бы неплохо, вроде бы еще не критично, сбивать такую температуру не нужно. Все, я поняла, что у меня есть ровно там час, максимум полтора для того, чтобы быстро метнуться, и все купить, и вернуться к ребенку. Собственно, этим я и занялась, и в машине, когда я уже ехала обратно, я почувствовала, что у меня начинает плоди башка. Во-первых, у меня кружится голова, я вообще не могу сконцентрироваться, сориентироваться. У меня начинаются схватки, сокращение моего живота, похоже на тренировочные схватки, но они такие, ну не болезненные, но некомфортные. То есть каждую минуту-две эта история повторяется. Я уже остановилась, я позвонила гинекологу, обсудила с ней ситуацию. Она задала, естественно, все самые необходимые вопросы и с Богом пополам отправила меня домой, чтобы я не сидела за рулем и ни в коем случае не была в опасности. Слава Богу, что в Риге вот все буквально, особенно в то время, когда я поехала уже после пробок, ну в районе где-то 20 минут, то есть добраться очень быстро, а я уже была вот от дома, ну в минутах 7, наверное. Я посидела, попила воды, собралась, в общем, подышала, включила кондиционер и поехала спокойно домой. Приехав домой, я обнаружила ребенка сильно горячим. На моем электронном градуснике показатели были 30, там что-то 8,2. Я попросила у мамы обычный нормальный градусник, который показывал 39. Все, тут же и сразу я вызвала скорую помощь для того, чтобы они осмотрели ребенка и понять, в чем же дело. Приехала скорая помощь, значит, посмотрела ребенка, констатировали, что да, действительно, у ребенка, скорее всего, перегрев. Получается, у него по периферии, то есть ручки, ножки холодные, ногти такие синеватые, центр, его туловище горячее, прям горит. Мы дали ему жаропонижающее. И, в общем, опять же, задав 100 миллионов вопросов, посмотрев ребенка, доктор приняла решение, что мы можем остаться дома, в больницу нам ехать не нужно. И лучше, если мы будем в условиях пандемии и нашей 10-дневной изоляции, самоизоляции после поездки, мы все-таки лучше останемся дома. Самые главные моменты, которые нужно учесть, это первое, ребенок должен быть раздет. Каждые 2 часа ночью я заводила будильник, вставала к нему, проверяла его состояние, температуру и смотрела, чтобы ему не становилось хуже. Дозы жаропонижающего хватило ровно на 7 часов, в 4.20 я в очередной раз встала, ребенок уже был горячий. И, конечно же, спал он без наших любимых подгузников. Вечером, когда, кстати, его укладывала спать, он умным видом встал уже, ну, как бы, ну, Рафенчик поработал, и он чувствовал себя лучше. Он подходит к этому нашему ящику, открывает ящик, спокойно достает подгуз, дает его мне, говорит своими жестами и всем видом, типа, давай, мол, одевай, я пошел спать. Ну, понятное дело, что этот подгузник я не стала одевать. И очень важно, когда у ребенка температура высокая, не надевать одежду и не надевать на ночь подгузники, потому что подгузник, особенно полный, он может создать дополнительный эффект тепличный и перегрев ребенка. Поэтому он должен спать на, в лучшем случае, пеленочке, голенький и без подгузника. Понятное дело, что для Рэма это некий дискомфорт, потому что, когда он просыпается, он прям, если мокрый, то он начинает орать. Ну, вместе с тем, что я поднимаюсь к нему каждые два часа, не проблема заменить вот такую пеленку и просто обеспечить ребенку сухую кровать. Ну, и если есть необходимость, дать ему жаропонижающую. В 4.20 я дала ему очередную, вторую дозу жаропонижающего, и буквально через полчаса она прекрасно сработала. От моего доктора у меня не было инструкций менять жаропонижающий, потому что, если, например, есть такая ситуация, что жаропонижающий уже не работает второй или третий раз, тогда можно поменять другой и дать ребенку, например, свечку детскую. Ну, в нашем случае норафен прекрасно работал, поэтому я его не меняла. И вот спал он у меня вот так вот голенький на пеленочках. Сейчас, кстати говоря, он тоже голый, и так как мы температуру сбили, я просто накрыла его одеялкой, чтобы он тут голенький не светился. И, в общем, ну, сами понимаете, нам тут нют не нужен. Сколько получается? 4.50. Я померила еще раз температуру, она уже начинала спадать. Ребенок проснулся, он пришел ко мне и лег рядом со мной. Ну, и, собственно, мы с ним так в обнимочку и спали. И я поняла, что все, ну, как бы сейчас ему нужна мама, сейчас ему нужна любовь. И поэтому мы с ним до самого утра вместе так и проспали. В общем, проснулись мы в 10 часов. У ребенка температура была 37,5 где-то. Я поняла, что да, вот ровно 7 часов уже приближается вот этот рубеж, и, скорее всего, температура поднимается. Он стал мерзнуть, ручки и ножки стали более холодными. Я поняла, что да, температура, скорее всего, поднимается. Поэтому где-то, получается, в 11, наверное, 20, как раз-таки вот 7 часов ровно после последнего приема жаропонижающего, я ему дала его еще раз, и вроде ребенку стало лучше. Эй, а только сиди, голик. Сейчас голая жопа идет к нам. Очевидно, голая попа моя чувствует сейчас себя намного лучше. И, в общем, сейчас он уже тут бегает. Сейчас, если что, он писает, стоит на ковер. Но я поняла, что окей, главное сейчас, опять же, еще один важный очень момент, наблюдать за тем, как ребенок писает. Ты пописал на ковер, теперь ты довольный? И он очень хорошо писает, ну и также он очень хорошо пьет. Если, например, перегрев он более жесткий, более тяжелой степени, тогда у ребенка может прекратиться, значит, мочеиспускание, могут начаться судороги, высокая температура, обморочные состояния. Ну, в общем, очень много симптомов, которые могут привести к очень серьезным последствиям. Ну, как бы, о них даже не хочется говорить. Поэтому сейчас я поняла, пока ребенок болеет, никаких там отучений от подгузников. И пусть он писает хоть мне на голову, главное, что писает, чтобы я могла проследить, сколько воды он пьет и сколько пописав он сделал в последнее время. Ну, и также и спать он может спокойненько со мной, поправится, вернется в свою кроватку. И нам главное сейчас прийти в себя. Что касается моего состояния. Я вчера приехала домой, такие ощущения, как схватки и тонус в моем животе, по всему животу продолжался. Малыш очень-очень сильно пинался, шевелился. Я действительно испугалась. Когда приехала скорая, я попросила, чтобы они померили мое давление. Потому что я как-то, ну, не знаю, как-то мне в голову пришло, что вдруг у меня высокое сейчас давление от всего, и от жары, и от переживаний. И, ну, не дай Боже, чтобы это не привело к гистозу и прочим осложнениям. Слава Богу, что мое давление было даже больше, ну, как бы, нормы и в нижнюю сторону. То есть там 110 на 70, и в целом все было в норме. Поэтому мне дали также ЦУ просто отдыхать, ночью спать, пить воду. И, в общем, ну, не нервничать, не переживать. Отдых самое лучшее лекарство в этом случае. Если будут какие-то изменения, малейшие изменения, тут же вызывать скорую. Кстати, к нам скорая приехала за минуты, наверное, 3 или 4, очень быстро. Поэтому я вот, ну, как бы, в этом случае была достаточно спокойна из-за себя, из-за Рэма, понимая, что, ну, если вдруг что, к нам быстро приедут и окажут нам помощь. Вот так мы проводим большую часть нашего дня и времени. Я постоянно даю ему воду, постоянно слежу, как я уже сказала, за его состоянием, температурой, из-за тем, как он ходит в туалет. Мама моя приготовила нам завтрак. Утром, кстати, он уже выпил бутылочку кефира с большим удовольствием и водичку пьет. Так что, ну, в целом, мне кажется, все нормально и должно все обойтись. Ну, для нас самое важное сейчас пару дней на улице и ногой сидеть дома, отдыхать и приходить в себя. Утром сегодня уже мои схватки полностью прошли. Никаких неприятных ощущений в животе нет. И в целом башка у меня тоже не плывет. Вроде я чувствую себя хорошо, поэтому, ну, за собой тоже буду наблюдать. Уйдет ребенок на свой дневной сон. И мы с мамой попробуем установить эти зонтики на улице для того, чтобы в тот момент, когда мы уже пойдем на улицу, мы снова не перегрелись и чтобы у нас все было хорошо. Да, котенок? Ну, а посередине будем, в общем, восстанавливаться. Вот такие вот пироги. Подружки у нас в мои 29 недель беременности. Да? Ты хочешь, чтобы мама зубки почистила? Мама уже почистила зубки, котенок. Давай. Давай. Так, подружки, ребенок пока спит. Дневной сон. Мы тут занялись установкой зонтов. В общем, один зонт на такой вот тяжеленной ноге мы установили сюда. Так, чтобы время после дневного сна было максимально для ребенка здесь комфортным. И его песочница и вот место, где он играет, было в тени. И вторая штуковина, вот такая вот байда, она встала вот сюда. И повернули мы этот зон таким образом, чтобы самое пекло, диван и стол были в тени. Он еще поворачивается в разные стороны. Его можно наклонять, не наклонять. В общем, тут можно немного адаптировать. И еще, вот здесь вот еще вопрос. Не знаю, будем ли мы еще здесь покупать зонты. Пока выглядит это все так. Сейчас уже получается у нас что? Пятый час. И в целом чувствую я себя нормально. То есть все симптомы, которые были вчера с сокращениями живота, похожими на тренировочные схватки, все прошло. И в целом вроде бы нормально. Кости болят, еле хожу, но это как бы для меня нормальная история. Отеков тоже нет. Как бы усугублений никаких нет. Поэтому по себе я смотрю, наблюдаю, вроде бы все нормально. Что касается малыша, я сосвонилась с педиатром. Мы пообсуждали в общем его симптоматику. На третий раз норофен продержался всего 2 часа. И температура снова поднялась. Поэтому мне пришлось дать цификон, по-моему, называется это свечи, ректальные. И все-таки прибегнуть к методу, когда ты меняешь жаропонижающие. И, собственно, тогда они работают лучше. И просто их нужно чередовать. И когда вот такое колебание температуры происходит у ребенка, скорее всего, это все-таки не перегрев, а все-таки какая-то вирусная инфекция. То ли это детская какая-то, ну типа розеола или прочих. Их огромнейшее количество. Поэтому сейчас на самом деле нет никакого смысла сдавать какие-то там анализы. И вот просто из миллиона искать, что же у нас. Поскольку терапия у всех будет плюс-минус одинаковая. И отличаться она не будет. Просто ты будешь, ну там, если нос потечет, будешь нос промывать. Если горло, то горло. Ну, короче. В общем, все равно это лечение дома. И постоянный контроль температуры. Следовательно, тут как бы нет смысла сейчас бежать в больницу, сдавать кровь и там с этим всем заниматься. Вот. Поэтому тут будем наблюдать, как сбивается его температура. Сейчас как раз пойду проверять. И уже буду смотреть, если она не будет подниматься в ближайшие там сколько получается, 6-7 часов. Тогда все в порядке, буду чередовать. Если все-таки температура будет подниматься, то будем повторно вызывать скорую и уже будем с врачом скорой помощи обсуждать и решать, что же делать и как контролировать эту ситуацию. Прочих симптомов пока еще нет. Если это какая-то детская зараза, то в целом нужно еще подождать денек-два до там каких-то сыпи или прочих каких-то дополнительных симптомов, которые укажут нам на конкретную детскую вирусную инфекцию. Ну, пока ждем. Конечно, ну это дикий стресс. И никому из нас он сейчас не нужен. Но ничего не поделаешь. Здесь жизнь, малыши болеют, и поэтому придется с этим всем мириться. Так что самое главное, чтобы ему было лучше, чтобы он хорошо ходил в туалет. Что он делает? Пил воду. И по чуть-чуть, по чуть-чуть он что-то там жует. Полноценно он, конечно, есть не хочет. Но это тоже нормально. Так, подружки, последний апдейт. Сейчас у нас без 15,9. И котенок сейчас лежит у меня под одеялком, голенький, из-под кузника, потому что у нас снова поднялась температура. Хорошая новость была в том, что после свечки цифакона, по-моему, так он называется, в 2,20 температура не поднималась. Он проснулся после дневного сна, и, в общем, все это время мы прям с ним тусили, играли. Большую часть времени провели, вот, собирая вот эту нашу трассу. Тут у нас прям столько всего, что просто, мама дорогая, вот эти машинки, которые носятся по этой трассе. Потом у нас тут вертолет. Ну, короче, в общем, все это обклеивали, собирали. Ну, я скажу вам, трасса, конечно, для трехлетки, но, черт возьми, мне как бы не три года я тут запарилась. И, кстати, на двоих мы съели целую тарелку большого супа после того, как собрали вот эту трассу. Только что поработали, и ребенок очень даже прекрасно поел. И, в целом, ребенок был очень-очень довольный, активный, играл. Но вот сейчас у нас температура снова поднялась, поэтому будем ее сбивать. И будем укладываться спать и отправляться уже на ночной сон. Понятное дело, с пеленками и, понятное дело, без подгузников, чтобы не пригреваться. Обтираю его время от времени влажным полотенцем, причем не холодной водой, а вот прям такой комнатной температуры, чтобы ему помогать, чтобы он чувствовал себя лучше, но в то же самое время, ну, как бы, не остужать, слишком не перестужать его. Ну и все. В общем, сбиваем температуру и ждем, что у нас будет завтра. И, надеюсь, ночка у нас будет спокойная. Ну, в общем, в целом, вот такой вот день беременной мамы. И я понимаю, что когда ты со старшим ребенком ожидаешь второго, вот такие беременные дни, они тоже бывают, когда вот прям стресс-стресс. Малыш болеет, и ты вся вот в нем, и занимаешься только тем, чтобы ему помочь. Понятно, делать не легко, не просто. Я тоже жутко устала, очень хочется спать, поэтому буду его укладывать и сама буду ложиться спать. Сейчас, пока он там Netflix смотрит, какие-то мультики про животных. Короче, сегодня лафа у него весь день, вот он там улыбается. Вот, тем временем даю ему водичку. На, водичку возьми. Пусть пьет воду. И, в общем, слежу за тем, как он себя чувствует. Так что, подружки, на следующей неделе буду докладывать, как у нас дела. И что у нас по итогу тут получилось. Надеюсь, что завтра уже будет легче. Очень надеюсь. Ну, а пока всем доброго дня. Берегите себя, свое здоровье. И увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok